Привет всем подписчикам канала Агробук! Сегодня 20 декабря вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Рубль обвалился, экспорт зерна сократился, а Минсельхоз пообещал не принимать решения в ущерб российскому АПК. Эти и другие события далее в выпуске. Главным героем недели стал российский рубль, который неожиданно обвалился на фоне нефтяных санкций. 14 декабря официальный курс доллара преодолел отметку в 63 рубля, а во вторник, 20 декабря, Банк России поднял курс до 66 рублей 35 копеек. При этом в понедельник в ходе торгов на московской бирже стоимость доллара превысила 69 рублей. Это произошло впервые с мая текущего года. Как объяснил газете ведомости аналитик группы Финам Александр Потавин, на курсе рубля сказалось значительное снижение цены на экспортную российскую нефть марки Юралс. Если в октябре баррель нефти в среднем стоил более 70 долларов, то с начала декабря средняя цена опустилась до 57 долларов за баррель. А сегодня, например, спотовая цена сырой нефти Юралс, согласно данным, которые приводит портал investing.com, составляет 54 доллара за баррель. При этом нефть марки Brent стоит на лондонской бирже почти 80 долларов за баррель. Высокие скидки на российскую нефть были обусловлены введенными Европой ограничениями для российских энергоресурсов, так объясняют экономисты. В результате падения цены на нефть изменился и баланс внешней торговли России. Выручка от экспорта сократилась, а вот от импорта напротив немножко подросла. В результате спрос на иностранную валюту немного повысился и подтолкнул курс вверх. Как все это скажется теперь на зерновом рынке? Эксперты выдвигают разные прогнозы. Например, глава Совэкона Андрей Сизов подсчитал, что при текущих ценах на ФОБе каждый дополнительный рубль в курсе доллара должен значить примерно плюс 70 рублей за тонну пшеницы на базисе СПТ Новороссийск. И это даже с учетом плавающей пошлины. А вот глава агроспикера Виталий Шамаев, чье выступление вы так активно смотрите на нашем канале, наоборот считает, что никакого повышения цен на пшеницу ожидать не стоит. И нынешний прыжок доллара до 70 рублей – это, так сказать, прощальный поцелуй перед падением. Россию и дальше будут убирать с мировой арены обесцененным долларом, прокомментировал Виталий Шамаев. В общем, в этом выпуске у нас есть прогноз и для оптимистов, и для пессимистов. Ну а для тех, кто считает себя реалистом, скажем так, Минэкономразвитие на все это отвечает, что средний курс доллара по итогам текущего года составит 68 рублей 10 копеек, после 73 рублей 60 копеек в 2021 году. Что касается пшеницы, то по данным Росагротранса на мировом рынке котировки после трех недель стабильности пошли вниз и составляют в настоящее время 308-313 долларов за тонну. Речь идет о пшенице с протеном 12,5% на базе СЕФОП. В глубоководных портах России цены снизились до 14 500-14 800 рублей за тонну без НДС, тогда как годом ранее средняя цена составляла почти 17 000 рублей. На малой воде цена опустилась до 12 300 рублей с 14 400 рублей в прошлом году. Разбавим экономический обзор анонсом от нашего партнера. Всем приверженцам ноутил стоит приготовиться, ведь 26 и 27 января в Ростове-на-Доно состоится международная зимняя конференция Ассоциация сторонников прямого посева 2023. Место проведения остается неизменным. Это конгрессно-выставочный комплекс Дон-Экспоцентр. Формат мероприятия тоже останется прежним. Обширный круг вопросов, много практиков, ну и конечно возможность свободно пообщаться и обменяться опытом. Это мероприятие мы проводим в шестой раз. Международная зимняя конференция сторонников прямого посева. Обычно она собирает около 500 участников. И формат мероприятия таков, что два полных рабочих дня выступают спикеры в разных помещениях одновременно. Можно выбрать, кому пойти и получить информацию именно ту, которая интересует. Спикеры подобраны из разных почвенно-климатических зон, в том числе из других стран. И разных форматов, то есть и фермерские хозяйства небольшие, и крупные агрохолдинги. И темы подобраны таким образом, что максимально широкий спектр, тем можно будет получить по ним информацию. Также в рамках мероприятия будет выставка технологических решений, то есть там будут представлены образцы техники для технологий прямого посева, которые подходят. Там будут поставщики семян, удобрений, средств защиты растений, каких-то услуг, цифровых услуг в том числе. Также в мероприятии будут специальные зоны для переговоров со спикерами. То есть можно будет любые интересующие вопросы обсудить подробно в удобной обстановке, будут для этого специальные помещения. Так что переходите по ссылке и регистрируйтесь на эту конференцию. Вернемся к зерну. Еще один фактор, который влияет на цены, это, конечно, темпы экспорта. В декабре нам снова не удается перехитрить погоду, и объемы отгрузок падают, по сравнению, по крайней мере, с теми прогнозами, которые бы нам хотелось воплотить в жизнь. Аналитический центр «Русагротранса», который еще недавно предрекал экспорт пшеницы в декабре в объеме 4 млн 650 тысяч тонн, был вынужден снизить свою оценку до 4-4,3 млн тонн из-за медленных темпов отгрузки, особенно через малые порты и порт Кавказ. Цитата. На фоне низкого уровня воды и необходимости ледовой проводки. По оценке «Русагротранса», за первую половину декабря было отгружено всего 1 млн 600 тысяч тонн пшеницы. Но при этом объем заявок в четырех глубоководных портах, в основном за счет терминалов Новороссийской и Тамани, находится на рекордном уровне – 4 млн 600 тысяч тонн. В общем, спрос есть, но пока нет возможности все это зерно вывести. Прогноз «Савыкона» на декабрь по отгрузкам пшеницы тоже близкие – 4 млн 4 млн 200 тысяч тонн. Если же говорить обо всем зерне в целом, то отгрузки с начала сельхозгода до 19 декабря превысили 31 млн тонн. Об этом сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Аркадий Леонидович отметил, что экспортный потенциал России в этом сезоне составляет 65 млн тонн зерновых. «Это то, что мы можем себе позволить безболезненно, без всякого ущерба для внутреннего снабжения вывести за рубеж», пояснил Аркадий Злочевский. Вот, правда, теперь, чтобы реализовать весь этот огромный экспортный потенциал, придется нашим трейдерам какими-то невероятными усилиями в ближайшие два месяца вытолкнуть за границу 10 млн тонн зерновых. Потому что с 15 февраля Минсельхоз снова ведет квоту на экспорт. Она составит 25,5 млн тонн зерна. Правда, Дмитрий Патрушев заметил, что квоту можно увеличить, цитата, если по каким-то причинам начнется крайне активный вывоз. В прошлом выпуске, рассказывая о том, что Уралхим готов заняться зерном, но Каргил и Витера продавать свои активы ему не собираются, мы проронили фразу, что в экспорте зерна грядет передел рынка. И вот наши предчувствия оправдались. 18 декабря на государственном телеканале был показан, скажем так, документальный фильм Андрея Кондрашова «Зерно». Мы, конечно, ждали этого события, предполагая, что главными героями в этом фильме окажутся сельские труженики, механизаторы, комбайнеры, агрономы, ученые, селекционеры, в общем, весь тот народ, который выращивает хлеб. Но фильм оказался посвящен не людям труда, о них упоминалось лишь в Скольск, а иностранным трейдерам, с которыми государство, судя по тому эмоциональному накалу, который мы увидели в фильме, теперь намерено бороться, бороться и еще раз бороться. Итак, в фильме сообщалось, что иностранные трейдеры, цитата, у производителей внутри России выкупают до 30% зерна, при отгрузке в портах еще до 40%. Потом это зерно могут использовать как политический рычаг, одним странам продавать, а другим нет. Дальше Андрей Кондрашов заявлял, что, снова цитата, «в России из-за этого снижение экспортной цены финансовые потери для аграриев и бюджета». Ну, в общем, судя по фильму, выходило, что наши аграрии страдают не от экспортных пошлин на зерно или там крепкого рубля, а во всем виноваты иностранные трейдеры. Далее на экране показали губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который заявил, что мы не понимаем, кто эти трейдеры, которые скупают пшеницу. Глава Кубани также высказал мнение, что такой стратегический ресурс, как зерно, должен быть, цитата, «прозрачен и подконтролен государству». Позже показали Владимира Владимирова, главу Ставрополья, и он указал, что иностранные трейдеры просто выкачивают из нашего сельского хозяйства деньги. И снова цитата, «я им сейчас продам по 14 тысяч рублей, они продадут по 450 долларов». Вот и весь навар. Речь идет о торговле пшеницей. В фильме также упоминалось, что из 12 речных терминалов в Ростове-на-Дону 5 принадлежат зарубежным компаниям. В общем, в фильме иностранных трейдеров обвинили в том, что после начала специальной военной операции их доля в экспорте зерна возросла, поскольку против российских компаний применяются санкции. А вот против мировых трейдеров, которых назвали правильными парнями, эти меры не применяются. Кроме того, в фильме упоминалось, что зерно вывозится из страны по неким теневым схемам. Но как конкретно не упоминали, возможно, там пшеницу экспортируют подводными лодками под покровом ночи. В общем, главный вывод этого фильма заключался в том, что нужно отрегулировать присутствие иностранного капитала в зерновой отрасли. И соответствующее обращение президенту Владимиру Путину направили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Мы должны быть застрахованы и мы должны создать условия, чтобы были застрахованы наши экспортеры. Вот так прокомментировал эту инициативу в фильме губернатор Ростовской области Василий Голубев. В общем, мы так чувствуем, что монополизация рынка зерна все-таки продолжится. Ну а что будет дальше, покажет время. Сейчас мы снова прервем поток негативных новостей и поговорим о хорошем. В январе нас ждет еще две приятные встречи. 20 января мы с Николаем Васильевичем Гричиным, редактором «Делового крестьянина», ждем всех желающих на круглом столе бобовый компонент агробизнеса. Это мероприятие пройдет на базе кооператива «Донской маяк» в Зернограде. На круглом столе мы будем говорить о бобовых культурах, в том числе о нуте и чечевице. Программа мероприятия есть на нашем сайте. Вход для аграриев бесплатный. Ну а агрохимическим компаниям и биологическим компаниям мы тоже советуем поучаствовать. Звоните нам, все расскажем. И еще одна новость. 25 января в Москве откроется международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства. Она называется «Агросэкспо». Участников ждет насыщенная деловая программа и, конечно, масштабная экспозиция. Переходите на сайт выставки, чтобы узнать все подробности. Еще одна новость, которую мы чуть было не пропустили, если бы на нее не обратил внимание Российский зерновой союз. Президент РЗС Аркадий Злочевский направил письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой отменить три приказа Федерального государственного бюджетного учреждения Госсорткомиссия. Дело в том, что 20 октября Госсорткомиссия издала приказ, который повысил стоимость услуг по проведению сорта опытов. Испытания селекционных достижений на отличимость, однородность и стабильность методом полевого опыта подорожали с 44 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Испытания на хозяйственную полезность методом конкурсного испытания с 47 тысяч до 53 тысяч рублей. Месяц спустя, 22 ноября, Госсорткомиссия издала еще один приказ, в котором стоимость услуг составила уже 60 тысяч и почти 64 тысяч рублей соответственно. Как следовало из документа, Госсорткомиссия просто привела в соответствие с утвержденными Минсельхозом базовыми нормативами затраты на оказание государственных услуг. Ранее повышение цен производилось с пометкой, что это все делается в целях улучшения качества оказываемых услуг. Ну, в общем, ни для кого не секрет, что филиалы Госсорткомиссии у нас в стране долгое время не имели достаточного финансирования, и это было болью для ученых и семеноводов. Техническое оснащение оставляло желать лучшего. Но, судя по тому, что говорится в письме Российского зернового союза, селекционные компании все-таки не готовы финансировать Госсорткомиссию за свой счет. Процитирую письмо. «Избыточная нагрузка на селекционеров уже приближается к стоимости создания сортов, а порой и превышает ее». Так написал Аркадий Злочевский. Президент РЗС требует проверить обоснованность повышения стоимости услуг Госсорткомиссии. Но от себя мы добавим, что государство, которое сейчас во всеуслышание объявляет, что у нас есть цель развивать отечественную селекцию, стоило бы поддержать и Госсорткомиссию, и ученых одновременно, чтобы эти люди могли отбросить такой насущный вопрос, где и как заработать, и сосредоточиться непосредственно на научных исследованиях. Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, пока решение по квотированию импорта семян не принято, но какие-то ограничения все-таки возможны. Что касается квот на импорт иностранных семян, пока однозначного решения нет, но тем не менее, если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию, сказал Дмитрий Патрушев. Министр отметил, что Россия в будущем может столкнуться с очередным пакетом санкций, которые, например, ограничат поставки семенного материала, и тогда ситуация будет тяжелой. Видимо, именно поэтому в первой половине текущего года аграрии семенами запасались впрок. Хочется поделиться наблюдением, которое сделал экспертно-аналитический центр агробизнеса АБЦЕНТР. На конференции, которую проводила компания Лимагрен на ЮКАГРА, глава АБЦЕНТРа Алексей Плугов рассказал, что в январе-июле текущего года импорт семян подсолнечника для посева превысил 23 тысячи тонн. И это на 20 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. И хорошая новость напоследок. Минсельхоз России издал приказ, который предписывает владельцам ЛПХ ежегодно сдавать отчет о производстве своих подсобных хозяйств. Приказ от 27 сентября номер 633 был подписан Оксаной Лут в конце сентября, но зарегистрирован в юстиции только 15 декабря. В первые месяцы года владельцы ЛПХ должны будут сообщить в местные исполнительные органы власти, сколько продукции они произвели. Картофелеводы должны будут оказать, сколько посеяли и сколько собрали картофеля, какова была урожайность. Овощеводы – сколько посеяли и собрали овощей, сколько реализовали, какую получили выручку. Тем, кто держит животных, придется перечислить, сколько голов крупного рогатого скота произведено на убой, каков был средний вес головы. Ну а тех, у кого коровы, спросят о продуктивности и количестве реализованного молока. Что же хорошего в этой новости, спросите вы? А хорошее в этой новости то, что эти отчеты сдавать придется не всем, а только тем владельцам ЛПХ, которые зарегистрировались как самозанятые, то есть уплачивают налог на профессиональный доход, и получили от государства субсидию. В 2023 году Минсельхоз впервые начнет оказывать господдержку личным подсобным хозяйствам, и поэтому он хочет знать, насколько эффективно работают эти субсидии. Вот именно для этого и была введена статистическая отчетность для глав ЛПХ. Ну, в общем, как говорится, нет господдержки – нет проблемы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что вы по-прежнему его лайкаете, это позволяет продвигать наше видео. Спасибо за комментарии, которые оставляете. Не забывайте подписываться на нас, подписываться на наш телеграм-канал, и если у вас есть желание поддержать нас финансово, то донаты тоже приветствуются. На этом все. Увидимся. Сегодня 20 декабря. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Ну, бывает. Бывает. И там еще хлопнули двери. Да. Ты уже записываешь? Гала! По клавиатуре не стучится. Все. Что-то эту новость второй раз уже, да? Читаю. Бывает. Так, едем. И хорошая новость напоследок. Минцельхоз России издал прикор. Тьфу, блин, прикор. Все, язык заплетается. Иди спать, Саша. Иди поспи. Ты так мало спала эти две недели. Фу, едем. Что с ним? Не включается. А, не включится. Сном, у тебя не выключается. По-моему, она сломалась ситая. Так, все. Идем. Продолжение следует.